привет друзья с вами любомир борода и я сегодня даже не сегодня а вот сейчас сижу плиту опять браслет и размышляю на тему на тему чем же все-таки американский фаракорд отличается от китайского или китайский от американского вот тема изъезженная куча роликов записано куча каких-то сравнений доводов и прочих дел вот вот и я пришел к такому выводу что люди которые привыкли жить на халяву привыкли одевать себя в различные подделки привыкли ходить в рубашке какой-нибудь белорусской фабрики выпуска там восемьдесят шестого года вместо там клёвый какой-нибудь америкосовской рубашки и люди которые пытаются оправдать свою никчемность свое скупердяйство свое скудное состояние которые хотят заплатить очень очень мало но быть вроде как такими же деловыми как выживальщиками так как и все и вот они снимают кучу от этих роликов пытаются вам доказать что вот это говно оно не совсем говно а вот почти что такое же как вот даже вот вроде как ничем и не отличается вот но я вам ребят скажу так то что если вы просто возьмете в руки американский паракорд и китайский вы все поймете а если вы начнете оправдывать самого себя врать самому себе то что ну вот этот же вроде вот он как ничем и не отличается но значит вы фанат подделок как бы да и для вас там американский паракорд он ничем не лучше китайского потому что ну наверное вы жметесь просто заплатить нормальные деньги за качественный какой-то товар да и пытаетесь перебиться на там якобы там взаимозаменяемом материале это он даже я просто не сказал что он как-то заменяет то есть итог собственно моего вот этого вот всех словесного оборота такой что ну если вы привыкли работать с говном ты работайте с говном а если вы любите качество то соответственно на хрена писать все вот эти вот оправдательные ролики вот такая вот мысль до новых встреч с вами был любомир борода